Новости в эфире Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Ближайшие 20 минут только о самом интересном. Здорово пластиковым карточкам. Накануне налоговики и общественники и партийцы разъясняли бизнесменам о необходимости установки посттерминалов. Об этом через несколько минут расскажу вам. Я Нурила Туржан. Куда идти, если некуда пойти? Жительница города Сарань больше трех месяцев живет в больнице. Об этом более подробно в репортаже Мирамгуль Салкимбаевой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Между тем, синоптики говорят, что температура воздуха, которую мы сейчас наблюдаем, аномально высокая. В третьей декаде апреля погода будет неустойчивая. Ожидаются грозы и дожди. Энергоцентр Дегеножум. Но, несмотря на это, мы приняли решение, и отключение произойдет в полночь, 13 апреля. Куда идти, если некуда пойти? Жительница Сарани уже больше трех месяцев лежит в больнице. Альфия Баширова с диагнозом «открытый перелом бедра» поступила в клинику имени Макожанова еще в декабре прошлого года. Спустя четыре месяца женщину выписали. Однако она до сих пор находится в медучреждении. Идти некуда. Продолжит Мирамгуль Слакимбаева. Так вот сейчас не знаю, что, куда, однако не смогу я как. Насчет документов. Это в Саране. А кто сейчас примет? Я в нерабочем состоянии. 57-летняя Альфия Баширова с трех лет проживала в Саране. В 1995 году женщина решила переехать в столицу Узбекистана. Ради этого она даже квартиру продала. Однако планы и мечты немолодой женщины разрушились в один миг. И с тех пор она перебивалась случайными заработками, стала бродяжничать. В Макожановку она попала под Новый год. Сломала бедро. У бабушки была. Пошла за углем. Буран был. Это было 25 декабря. Да, я с сугроба ногу вытягивать. Баренка была. Что-то хрустнуло у меня. И такая боль. Я идти не могу. Ползком метра четыре. От углярки до дверей. Она потеряла меня. Она полуслепая бабушка. Говорит, что у тебя так долго. Я говорю, я не могу идти. Ну, надо кровать. Я говорю, как я ползком. У меня кровь пошла. Откуда я? Думаю, открытый. Ничего не выдать. В городской реабилитационный центр Альфию Баширову, ссылаясь на отсутствие мест, не взяли. А на прошлой неделе Баширову все-таки навестили сотрудники центра, которые пообещали забрать из больницы, как только ей снимут гипс. Ну, с адаптацией были. Они обещали помочь. С документом. Все. Документ утерян. С пакетами. Вот как у бабушки. Та умерла уже. Дом снесли. Дом продан. Под снос. В клинику Макожанова она попала чудом. По словам женщины, ее не принимали ни в одно медицинское учреждение. Больницы закрывали свои двери, как только слышали, что она беспризорница. Здесь бывшая жительница города Сарани находится больше трех месяцев. На сегодняшний день Альфия Баширова передвигается с помощью тросточки. Гипс с нее сняли на днях. Готовы выписать Баширову хоть сейчас. Однако идти бездомной просто некуда. Выписана у нас со стационара она в январе этого года. И вот с января по настоящий момент находится у нас в стационаре, потому что выписать ее некуда. У нее нет ни места жительства, ни родственников, ни документов. И дальнейшую судьбу мы тоже не знаем, что с ней дальше делать. Как выяснилось, отдел занятости уже отправил официальный запрос в Саранский отдел полиции. Как только придет ответ, они будут восстанавливать ей документы, начиная с удостоверения личности. Миром Гульсал Кимбаева, Боржан Алипов, Марат Культенов, 1-й Карагандинский. 2,7 млрд тенге. Рекордная сумма, выделенная на ремонт автодорог в этом году. Средним капремонтом охватит 55 карагандинских дорог. Пока же состояние асфальтного покрытия в шахтерской столице оставляет желать лучшего. Миром Гульсал Кимбаева о вечной проблеме. Со сходом снега обнажилась проблема всех времен и народов – изношенные дороги. Даже в центре Караганды – то яма, то ухаб. Что уж говорить об окраинах города. Дороги очень плохие и обидно, что вот так вот вроде деньги выделили, а дороги не очень. А налоги платите вы? За что, получается, платите? Вот за что мы платим. Чтобы народу было хорошо. И мы там пробку создаем. И ни ГАИ, ни кто… Не, ну, мы там пробку создаем час-пик, вот как по Волочайской, из-за этой ямы. Потому что там два ряда должны идти, а мы не можем вправо идти. Идем по левому ряду, потому что там котлован. Вот проедете, посмотрите специально. Уже три года и ветки эти торчат. С Карагандинца выезжаем на Бухар-Жираву. Там вот такая яма по колено, она уже три года там. Пусть мы по стольнику сложимся, кому-нибудь. Правда, эту яму у нас низкая. Смотрите, какая посадка, низкая посадка автобуса. Смотрите, вот этот автобус, он два раза выше. Он везде пройдет. Традиционный ответ «нет денег» уже никого не устраивает. Капитальный ремонт некоторых улиц не проводится несколько лет. А там, где дыры латают, снова появляются ямы. По словам специалистов, на состояние покрытия влияет резко переменчивая погода и осадки. Однако местные власти обещают ситуацию исправить. В этом году средний капремонт увидит 55 дорог. На эти цели из областного бюджета выделена рекордная сумма – 2 миллиарда 700 миллионов тенге. Список утвержден. Мы уже даже его публиковали в газете. Из них 29, как я сказал, последний ремонт социальных улиц. И 26 – это к социальным объектам. Школам, больницам, роддомам. Из них вот такие, более дороги, которые долгое время не ремонтировали. Степная, Казахстанская, Липецкая, Анжерская, Демьяна Бедного, Старелитейная – это мой кудук. 40-й маршрут, Белинская, Махметова, Джекибаева, Локомотивная, Газетная. Даже такая улица, если вы знаете, есть такая у нас улица. И объездная 22 микро. Очень-очень больше. А вот дороги по улицам воинов-интернационалистов и Ермекова отремонтируют по новым технологиям. Здесь положат щебеночный мастичный асфальт. Такой использовался впервые в 2011 году на бульваре Мира. В текущем году при условии финансирования, дополнительного финансирования, мы планируем по Ермеково и по воинов-интернационалистам тоже применить полностью шма в этом году. Также в этом году разрабатывается проект смертной документации на капитальный ремонт сего проспекта Бухаджарау. При разработке ПСД проекта смертной документации будет учтено покрытие в виде шма. На средства, выделенные из бюджета, можно отремонтировать все трассы Караганды. Акиматчики отмечают, что такие деньги на устройство дорог ранее не выделялись, потому работать будут не покладая рук. Но это пока лишь планы. Миром Гульсал Кимбаева, Боуржан Алипов, Улжас Габбасов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Прервемся на рекламу, оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. 170 миллионов тенге выделено в этом году на ремонт учреждений культуры в Карагандинской области. Об этом сообщил глава региона Боуржан Абдежев на встрече с представителями научной и творческой интеллигенции. Поговорить о достижениях, обсудить проблемные вопросы было решено в преддверии Дня работников науки, который Казахстан отметит уже завтра, 12 апреля. Встреча прошла в областном историко-краеведческом музее. Золотая гривна. На шее носится символ власти. Перед встречей с интеллигентами глава региона ознакомился с экспозицией музея. Зал сакской культуры, открытый в прошлом году, является гордостью музея. Здесь выставлены уникальные экспонаты, помимо золотых украшений сакской принцессы, которым более 2,5 тысяч лет, можно увидеть копию золотого человека. Он был открыт нашими учеными Арманом Бесеновым в 2010 году по региональной программе культурного наследия в Каркаралинском районе, в могильнике Талды-2. Здесь стоит его копия, представленная ряд с лошадью, золотыми находками. Встречу с интеллигенцией решено было провести в областном историко-краеведческом музее не случайно. Ведь именно здесь рассказывается об истории нашего края, о его социально-экономическом развитии, в которое свой вклад вносило не одно поколение деятелей науки и культуры. Люди в пиджаках и галстуках, ректоры вузов, поэты, писатели, руководители научных учреждений, представители творческих коллективов. Обращаясь к присутствующим, Болжан Абдишев рассказал, какое внимание уделяет власти сфере культуры и науки. 250 миллионов тенге в прошлом году выделили на материально-техническое оснащение учреждений отрасли. В 2013-м по программам «Занятость-2020» и «Развитие моногородов» на ремонт объектов культуры выделено 170 миллионов тенге. Активно развивается в регионе и сфера науки. Здесь реализуются сотни инновационных проектов. К примеру, уже летом Карагандинская область сможет гордиться первыми тоннами казахстанского битума. Активиртау откроют цех по выпуску счетчиков, которые будут в разы дешевле зарубежных аналогов. Об этом рассказал ректор Карагандинского государственного университета. Мы готовы это все применять на строях Карагандинской области и тем самым включаться в повышение процентов казахстанского содержания. Представители интеллигенции активно обменивались мнениями, поднимали актуальные вопросы, предлагали свои идеи для дальнейшего развития науки и культуры в Карагандинской области. Ирина Камышова, Толиген Рашитов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Пластиковые карточки скоро заменят шуршащие купюры. Уже сегодня сотрудники налогового департамента области проводили разъяснительную работу с частными предпринимателями о необходимости приобретения и установки посттерминалов. Более подробно расскажет Нурила Туржан. С начала года правительство страны обязало почти всех предпринимателей приобрести и установить посттерминалы. С тех пор эта тема активно обсуждалась бизнесменами, властями и простыми потребителями страны. Сегодня над внедрением платежного устройства в Карагандинском регионе полным ходом работают сотрудники налогового департамента. На сегодняшний день в нашей области 12 270 юридических лиц и 970 индивидуальных предпринимателей подпадают под установки оборудования. На данный момент переутвержден перечень лиц, которые обязаны установить аппарат. К уже действующему списку добавили еще пять видов предпринимательской деятельности. Таким образом посттерминалы должны появиться в частных охранных службах, детских садах, предприятиях бухучета и аудита, право и ремонта бытовой техники. Представитель Национального банка Нагима Аспатаева в разъяснительной работе с предпринимателями рассказала о преимуществах установки аппарата. Во-первых, это очень удобно покупателям, это очень современно. Ну и потом, это для них гарантия не получить фальшивые деньги. Это решаются проблемы с разменом банкнот, потому что, вы знаете, иногда в магазине не бывает достаточно разменных денег. Ну и в конце концов, самое главное, что с покупателей, когда мы берем деньги в банкомате, с нас берется комиссия от 0,3 и выше процентов. Когда мы берем, возимся посттерминалами, то с нас никакая комиссия не взимается. Это тоже очень удобно. Администратор одного из бутиков видит в нововведении только плюсы. Рассказывает, что посттерминалы они установили еще в момент открытия. Преимуществ очень много. Мы можем отслуживать клиентов иностранных государств. То есть, не нужно бегать, искать обменные пункты. Обналичивание денежных средств сразу же мы делаем по факту, и деньги наши оседают над нашими самым счетами. Это очень удобно. Между тем, до 2014 года обязать установить посттерминалы могут и тех, кто работает по упрощенной декларации. Закон не коснется торговца сельхозпродукции собственного производства. Выносные прилавки, автолавки, палатки, киоски и контейнеры продолжают принимать только наличные. Из-за отсутствия посттерминала бизнесмены будут наказывать штрафными санкциями. Сумма административного наказания составляет от 40 до 80 мрп в зависимости от категории налогоплательщика. А при повторном нарушении сумма штрафа будет уже выше. Нурилат Уржан, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В 2010 году стартовала международная программа по работе университета Шанхайской организации сотрудничества, которая объединяет усилия стран-участниц ШОС по созданию единого образовательного поля. На базе Карагандинского экономического университета уже во второй раз проводится международная научно-практическая конференция, целью которой является укрепление сотрудничества в сфере образования. Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия – это все страны, которые входят в Шанхайскую организацию Содружества. Университет ШОС объединяет под своим крылом около 80 вузов этих стран. И данную образовательную систему просто необходимо координировать. Она глобальна и очень обширна. Именно поэтому в Карагандинском экономическом университете Каспотребсоюза и собрались представители базовых вузов ШОС и координаторы этой глобальной программы. Одним из основных вопросов, которые обсуждались на международной конференции, это дистанционное обучение и его преимущества. В 2011 году университет ШОС уже выпустил первых студентов по магистрской программе. Сейчас идет оценка качества преподавания и поиск новых нестандартных решений в улучшении процесса образования. Одним из них и является дистанционное обучение. Дистанционные технологии позволят сэкономить ресурсы, потому что не нужно будет направлять студентов за рубеж, чтобы прослушать определенные курсы. Поэтому за этим будущее. В этом году в список базовых вузов ШОС включены еще 4 казахстанских вуза. За 3 года работы в режиме пилотного проекта ШОС доказал свою состоятельность. Конвенция, которую подписали в 2008 году министры образования стран-членов ШОС, работает в рамках традиционного образования. Надо шагать вперед. Сегодня можно сказать, что в результате совместных усилий и интенсивной работы многих специалистов поиска нестандартных решений удалось найти путь к тому, как перевести в постороннее сотрудничество в многосторонний формат. Формат разработает механизм сетевого взаимодействия и методику согласования учебных программ. Сегодняшний день решительно требует инновационных подходов к формированию и использованию электронных образовательных ресурсов, в том числе для дистанционного обучения. Сергей Высокосов, Первый, Карагандинский. Правительство Казахстана одобрило законопроект об увеличении пенсионного возраста для женщин. Планируется, что казахстанки будут выходить на пенсию в 63 года. Мы начинаем цикл сюжетов, где свою точку зрения касательно нововведения будут высказывать общественники, чиновники и партийцы. Сегодня своим мнением о пенсионной реформе поделилась председатель профсоюза управления координацией занятости социальных программ Татьяна Пурясева. Женщина считает, что любая реформа имеет свои плюсы и минусы. Новшества и нововведения – это еще один шаг в развитии государства. Если мы не будем что-либо в своей стране менять, то мы будем стоять на одном месте и продвигаться мы не будем. Поэтому реформа, она как бы нужна. Но, с одной стороны, эта реформа даст женщинам работать до 63 лет. То есть, как бы накапливать свои пенсионные накопления. О новостях спорта Берри Копаров. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal – Galvin – Hercules. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. В рамках первого раунда Кубка Казахстана по футболу, действующий чемпион страны и обладатель Суперкубка делегировал второй состав на встречу в Шимкенте с местной командой из первой легии БИИК. Начало встречи проходило в упорной борьбе и явного преимущества ни у одной команды не замечалось. 0-0 стало закономерным итогом первых 45 минут. В дебюте второго тайма Шимкентский клуб сумел дважды поразить ворота гостей. Сначала бывший игрок «Шахтера» Аблая Махамбетов на 54-й. Еще через 4 минуты Нуржан Перенбаев удвоил счет. Но игроки «Шахтера» не растерялись и сумели сравнять и даже выиграть встречу. Жанглышба и Муртазаев сравняли счет, а Евгений Тарасов в компенсированное время принес победу. Карагандинский мини-футбольный клуб «Тулпар» в седьмой раз стал обладателем серебряных медалей чемпионата Казахстана. Карагандинская дружина забронировала за собой серебро после матча с тарасской командой «СКЮ». Первый тайм в матче протекал в упорной борьбе и как результат лишь минимальное преимущество карагандинцев – 3-2. Вторая половина встречи полностью прошла под диктовку хозяев паркета. И «Тулпар» отгрузил еще пять мячей ворота соперника, на что гости ответили лишь раз – уверенная победа 5-3. И серебро турнира снова в Караганде. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, становитесь участником новостей. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова